Народный форум Народный форум Народный форум Нам с вами есть, что обсудить сегодня Первое, надо проанализировать, что сделано в экономике Наши достижения, а они есть и возможно немалые, вам судить Что не получилось и главное, где есть резервы и конкретные предложения по дальнейшему развитию Как нам в условиях пандемии и внешнего давления жить дальше Какие предпринять меры для того, чтобы обеспечить экономический рост и достойный уровень жизни людей Социальной поддержки нашего населения Это основа нашей экономической модели Суть белорусского социального государства А предложения, идеи могут быть разными Не обязательно только те, на которых акцентируем внимание мы в руководстве страны и нашем правительстве У меня одно требование, и вы его хорошо знаете Повторюсь, все должно быть открыто и реально Нам бояться некого Не голые теории рассуждения и красивые слова А конкретные меры, которые дадут результат Для нашей экономики и для наших людей Второе, мы должны пристально рассмотреть вопросы общественного развития Роли граждан политической жизни страны Подумать над возможностью корректировки основного закона Как я уже неоднократно об этом говорил Еще одна тема Распределение властных полномочий Усиление роли местного управления и самоуправления Мы должны максимально приблизить центры принятия решений к людям Обеспечить постоянную, эффективную обратную связь между властью и населением Это должно исходить и из жизни, и от наших людей Никакой надуманности быть не должно Ибо будем иметь обратный эффект от такой перестройки Президент Аксама пропоновал проанализовать реалии, у которых опынулась наша краина Все рот пытанию, что будет у внешней политики, как далее держава наладить работу с замежными партнерами А так само, как заховать традиции и каштонности на запашенные ста годями, которые позволяют белорусам заставаться нацией Тем шмат, головный ориентир, гэта чаканни, памкненни, макшымасти развития сучаснага чалавека И у размове Александр Лукашенко спынился на найважнейших принциповых моментах для державы Беларусь на порозе лёсов изначальных рашэннях и нам ёсць на што абапірацца Многая зроблена Мы заховали миротворшые позиции, замасаваліся на международной арене Займаем высокие месцы у рейтингу чалавичага развития Эфектывнасть систем аховы здоровья, доступнасть адукации Па гэтых пакашыках мы ў лідерах на постсоветской просторы Яркі приклады досягненіў, за якімі працам мільйонов беларусов Ёсць ў многих сферах Ад энергетакі до тяжкай промысловасті, экалогі і бязпекі Але звідала країна і шэрах узрушэнняў І толькі моцная дзержава може іх вытрымаць Беларусь выстоять Хоця суверенітету был кінуты серйозны выклик Не верьте то, що говорят Демократія, глобалізм і прочее Це щоб мозги дурить Людям в мире І це роблять нескільки Государств для того, щоб господствувати в мире І як тільки ситуація змініться, хоч чусь-чуть А не мгновенно змініть Свою політику Так і случилось Це говорить о чём? О том, що наші інтереси реально волнуют тільки нас І тільки таке сильне государство, як наше, в состоянии обеспечити їх защиту і соблюдення Я сильне говорю, тому що ми були і є монолит В цьому наша сила Тем не мене, тема за границей нам поможет Все ще будоражит некоторые умы Але несмотря на искусственно созданную внешніми силами политическую напряженность В обществі государство выстояло Как я говорил, пока выстояло І должен вас заверить, забегая вперед Ми выстоим Будьте в этом уверенны Выстоим, чого би нам це не стоило Потому, що другого нам не дано Благодаря сильной власти не произошло ні одного збоя Начиная з работы отраслей і государственних сервісів і заканчивая повседневними мелочами Соціальні программи і обязательства Дополняються в привычні для граждан режимі Умацівання інтеграції в білорусських праоритетах Президент выказався так само по санкціях заходу супраць нас Меркавання белорусського лідера Я нанимаюць ні политичного, ні морального права указываць нашій державі як жить і кераваць країной Президент был емоційний У выступленьі шмат ярких вобразних выразов і епітетів Особливо у дашененні дегопозиції по принципових для Білорусі момантов Ціто знішня палітика або навіть виховання нашої молоді І застерагання її от деструктивного впливу звонку І зала неодноразово реагавала на гета аплодисментами Разом з іншими журналістами сьогодні у Палаці Республіки знаходзілися і наші корреспонденти І вони працавали у прес-центрі і сустракаліся з делігатами от Гумельська в області Подроб'язнасті у наступному матеріалі Далігаты от Гумельська в області приїхалі прикладна за три години до пажатку сходу Добрый настрой і відчування того, що приймаєш у дзіл у форумі, який визнашить даліше ліз країны І, бадай, саме першіе сумісне мероприємство – агульне фотографування Усі Білорусський народний сход – це правда значная падія у житті країны І память об удзілію їм застанець назавсёды У тим ліку дзякуючі зробленым здымкам А праша таго, ёсчаск абаміняцца думкамі па самых хвалючых темах, а так сама наведаць выставу Часка проставленых экспонату мая непасрэднае дачанення до сучасності і історії Гумельшаны У праваднасті размовы йдзі абадновленым Турускім крыжі Пакуль гэтай святыня будзі знаходзіцца ў музея Білорусской православной царквы А потім яє перададуць ў Туруска Мазырскую епархію Білорусська культура у Вогалі багатая на унікальні помнікі Непасрэдна звязані з духовным житцем країны Культура Білоруссі – це символ узнаваемости во всім міре І сьогодні ми можемо гордиться іменами і Марк Шагал, і Гавриил Ващенко, і Валентин Єлизарів В Білоруссі дуже багато достойних імін, які заслужують внимання І тому культура Білоруссі, я считаю, на дуже високому сьогодні уровні І на нас можуть рівняться дуже багато Мне часто приходиться работать з зарубежними партнерами І всі восхищаються тем, що сьогодні єсть у нас, у Білоруссі Паэтаму я гаржусь тем сама, що живу в Білоруссі і работаю в сфері культура За роботу і форуму журналісты назіраюць з прес-центра У рашісты відкритцю і пажадання Александра Лукашенкі Гэта павінна быць відкритая, шире і принциповая розмова Неабходно проаналізаваць, що зроблено і які єсь резервы для развіця країны Вызначыць існуючі праблемы і окресліць шляхі їх вырашення Як жыць в умовах пандемії і знішніга ціску Якой павінна быць інтеграція з Расії і перспіктывы стратегічного супрасовніства з Китаем Развіцю военно-прамысловага комплексу і питання національній бяспекі Павішення ефіктывності державного керавання і нову узровінь коммунікацій улады і громадства Распрасовка новага проєкта Конституції і переразмеркавання функцій паміж органами улады Спектр адмеркаванных питання вельмі широкий Александр Лукашенко подкресліває, ми вистаєм, чагоб нам гэта не каштавала, тому што іншага нам не дадзіна Я считаю, що потрібно дезалігувати полномочия, але потрібно к цьому підійти взвішено і добре обдумати, тому що нельзя просто так роздати полномочия, а потім пожинать плоди, якщо вдруг власть попадет не в все руки Важно понимати, що ми продовжуємо поступальне розвиття в сфері образовання і в сфері медицинського образовання І дуже важно понимати, що 2020 год обозначив важність системи підготовки врачей і важність здравоохранення, як у нас, в Республіці Беларусь, так і в мире Тому треба підтримувати фінансово, і це обозначено головою державства, що медицинські роботники будуть фінансово підтримувати в Республіці Беларусь І що дуже важливо, нам потрібно сохранити ті школи, ті системи підготовки, які ми маємо на сьогоднішній день Естественно, це задача ближайшої п'ятилетки Сьогодні 6-е собрання отличалося більш жісткими требованиями, більш серйозними задачами, які ставила перед нами глава державства Ми за этот год научились понимати, що та країна, в якій ми живем, дуже цена І якщо її не сохранити, якщо не йти намеченим курсом, ми можемо багато чого потерять І именно в речі президента, практично в кожному постулаті, який він говорив, це звучало Тому сьогодні, звернувшись на Гомельщину, ми видим ті задачі, які треба робити Ми знаємо, куди треба йти, а найголовніше – любимую нельзя віддавати На прадку дня завтрашній роботи 6-го Всебеларуського народного сходу в уступліні делігатов Принятці в ініковій резолюції і звороту удільників Олександр Сюров, Ольга Коновалова, Валерия Гапанько, телерадиокомпанія «Гомель» з Мінска Развиття регіона, узровінь заработной платы, міжнародне супрацівніство, питання сфер едукації і культурі На прадприємствах, у організаціях, школах і університетах Надзиралі за ходом 6-го Всебеларуського народного сходу онлайн Об ураженнях, водуках і сподіваннях людей – репортаж Марины Сіверяновой Упевнено, отшуваєм себе сьогодні і повны планов на будущее Кажуть, у Гомельській обласної універсальній бібліотеці ім'я Ленина Коліктів установу уважливо слухає про мову Олександра Лукашенкі На момент наших здимок президент є ще разно гадав делігатам, що у центри кожной падії і сфері – чоловік і його інтереси Несмотря на тяжелое время, связанное з пандемією коронавірусу, ми не почувствовали каких-то, как работники сферы культуры, изменений в худшую сторону То есть наши интересы были защищены, мы продолжали получать зарплату, которая не уменьшилась В общем, внимание со стороны власти мы, как работники сферы культуры, всегда чувствовали Планов по развитию Галіни культуры у нашем регионе на сам реч шмат, як и зробленого за последний час Это тичится у тем ліку развития бібліотечной сферы Очень приятно, что в непростой для страны годы 2020, как и в прежние годы, к нашей сфере, к сфере культуры, со стороны государства, уделялось значительное внимание Мы чувствовали это и во всем И книги, которые поступают в библиотеку, их количество не стало меньше И зарплаты у сотрудников библиотеки, у сотрудников других учреждений, они тоже не стали меньше И мы очень надеемся, что среди тех задач, которые будут решаться во время проведения Всенародного Белорусского собрания Будет и уделено внимание развитию нашей сферы, сферы культуры и сохранению историко-культурного наследия Отправляемся в Белорусский державный университет транспорта Основное, чего чекают у ВНУ, как на усюбелорусским народным сходе обмерковали питание поглубления практика ориентованности эдукации И умоцывания связи науки с промысловым сектором краины Мы уже идем по пути единения с практикой, это практика ориентированное образование Очень хочется, чтобы нас услышали предприятия, чтобы поддерживали нас не только как государственная министерская структура Но и как предприятия, чтобы они видели в нас партнеров, что мы совместно могли бы все-таки сделать продукцию более инновационной Более конкурентно способны на внешнем рынке, что сегодня, на мой взгляд, очень важно Мало того, в таком случае наши студенты будут иметь возможность, поскольку все-таки предприятие модернизируется более быстрее, чем сфера образования Мы бы могли уже на предприятиях их обучать этим новым технологиям, для того, чтобы быстрее сделать движение вперед Ну а студенты, которым до закончения университета засталось не вельми шмат часу, жадают, чтобы усих забеспечили добрыми прационными местами и достойными зарплатами И на самом рэдж, первое прационное место и оплата працы часто становятся выращальными для выпускников От этого может залежить, если станет молодой специалист в профессии Лично меня интересует, каким будет наше образование в будущем, также первое рабочее место и на будущее финансовая помощь молодежи А кем вы хотите стать? Куда хотели бы прийти работать? Я хочу идти по специальности инженер-менеджер на автомобильном транспорте, хочу в логистический центр попасть Наступная кропка областной в училище Олимпийского резерва Выкладчики и керовнисты установки, которые смотрят за все белорусским народным сходом, онлайн, кажут, что для развития их установки ждать особо ничего Я считаю, что у нас всего достаточно и наша страна делает все для того, чтобы мы развивались в эксперт деятельности То есть мы тут и живем, проживаем, получаем обучение, кушаем, все это бесплатно То есть если человек хочет этого, он этого добьется в любом случае И тут все предоставлены условия для того, чтобы достичь каких-то высот А чего хотели бы достичь вы? Олимпийские игры, первое место На каждого научинца областного в училище Олимпийского резерва держава тратит что год по нескольки тысяч долларов Все делается для того, чтобы наши юнаки и девчата угодно представляли краину на международных споборницах Мы надеемся на то, что это народное собрание мы на площадках тоже обсуждали Какие-то вопросы в законодательную базу мы вносили и это позволит нам дальше развиваться Ну а мы надеемся на то, что Олимпийские игры и наши учащиеся, они тоже будут представлять нашу страну Поэтому все будем переживать за то, чтобы наш гимн звучал на Олимпийских играх Обмеркают темы, которые огучиваются на Усебелорусском народном сходе и на промысловости За Виталемы и на Гомельский шклозавод Этот год был действительно очень тяжелым для нашей страны Это была, конечно же, пандемия, которая внесла определенные отпечатки на предприятия в целом Конечно, и та социально-экономическая обстановка, которая сложилась в нашей стране Это пытались, конечно же, как говорил президент, раскачать нашу страну Но это не удалось, конечно, почему? Потому что я считаю, что больше людей, которые более патриотичны в нашей стране Которые хотят, чтобы наше предприятие, наша страна дальше процветала, работала Для нас, для рабочих людей нашего завода, очень важно, чтобы у нас была стабильная зарплата, хорошая работа Также, чтобы мы, выходя на улицу, не боялись за своих детей, за своих близких Чтобы была уверенность в завтрашнем дне и стабильность в мире Завтра, 6-й, все белорусский народный сход протягнется Наша сдымочная бригада будет наблюдать за его работой разом с всеми необъяковыми белорусами Принеси Вриянова Сергей Лукашук, телерадо и компания Гомель Протягиваем выпуск Амаль 19 миллионов рублей в минулом году было накеровано на набытье медицинского обстановления у Организации Аховы Здоровья в области Так, например, в связи с пандемией вдвоя повеличена колькасть кропок подлучения кислорода Аутопарк пополнился 12 автомобилями худкой медицинской допомоги Но увага надавалась и иншим накерункам Протягивались реконструкции ляшебных корпусов и открывались новые отделения Под обязанностей расскажет Ганна Корольчук Сажнивня минулого года в Гомельской областной клиничной больнице Працует новый аппарат для проведения ударно-хваливой литотрепсии Этот метод позволяет выводить камень, которые утвораются в нырках без хирургического вмешательства Такую процедуру в нашем регионе проводят только тут Попередний аппарат был набыт 15 лет тому И в последний час потребовал постоянно гарамонту Зараз проведение сеансов на двух аппаратах позволяет лечить большую колькость пациентов и не спынять работу Начиная с августа 2020 года нами выполнено порядка тысячи сеансов литотрепсии И надо сказать, что у нас работает новый аппарат Вот в этой неделе мы наконец-то запустили и наш старый аппарат семец литоскоп В день мы проводим порядка 5-6 сеансов литотрепсии Удроблений порядка 5-6 пациентов То есть понятно, что с одного сеанса, конечно, с учетом локализации камня анатомической особенности пациента Зачастую не удается фрагментировать камень адекватно, поэтому приходится выполнять 2-3 сеанса Об складанности проведенных работ можно мерковать по сумме выдаткованных сродка из областного бюджету Амаль 200 тысяч белорусских рублев Кошт самого аппарата – 600 тысяч евро Оплаченный с фонду Министерства ховы здоровья Уникальные не только для Гомельщины, а и для всей Беларуси операции проводят и у рентгеновским отделениям Тут працан географичный комплекс, который оказывает допомогу при сосудистых патологиях некардиологичного профиля Наш географический кабинет уникален не только для всей Гомельской области, но и для Республики Беларусь в целом Так как мы занимаемся одной из малоизученных проблем – это эректильная дисфункция, проблемы мужского здоровья Эндоваскулярная помощь проводится в первую очередь мужчинам среднего возраста, то есть трудоспособного возраста Чаще всего это пациенты от 35 до 45 лет Причем пациенты не только из Гомельской области, но и со всей Беларуси, а также из ближайшего зарубежья У нас проводилось лечение успешное пациентам из Российской Федерации, из Украины У таких выпадках эндоваскулярная хирургия дозволяет позбегнуть постоянного приема медикаментов або установки имплантов Все ли то в областной больнице так само з'явятся новые обсталявания Самый сучасный в регионе компьютерный томограф Высокий попыт на такие доследования выкликаны расповсюдживанием COVID-19 А проведение рентгеновской компьютерной томографии дозволяя оперативно проводить диагностику В 2021 годе томографы так само усталюются в Гомельских городских клиничных больницах Нумер 1 и Нумер 3, у Мазырской городской больницы, у Калинковицкой и Чашерской ЦРБ Уж не вне минулого года так само завершился капитальный ремонт 1-го корпуса областной туберкулезной больницы И уладкования кислородной станции Это дозволило разгорнуть в лечебном корпусе 130 ложков с махчимостью додаткового подключения кропок подачи кислороду Новый будинок и сучасное обсталявание отримала Гомельская городская центральная поликлиника для дорослых на улице Мазурова Протягивались работы по реконструкции приемного отделения Гомельской городской клиничной больницы худкой медицинской допомоги Зараз там будуется новый корпус, завершить работы плануют в наступном годе Ганна Коральчук, Евген Макеенко, телерадио «Компания Гомель» Надзвышанное здарение в Гомельской школе номер 37 Одразу у некоторых наученцев установы выявили предметы харчевого отручевания Первые скарги на самоотручевание поступили от детей напереды дни ночи Трое из них экстренно звернулись за допомогой до медиков Диагноз – острый гастроэнтерит Двое наученцев шпитализованы в стане середней тяжкости Один школьник лечится амбулаторно При проведении эпидемиологического расследования установлено, что еще у 15 детей есть симптомы кишечной инфекции Школа працует в штатном режиме Докладную причину недомогания в ушне специалисты высветлят в худшем часе Проводится эпидемиологическое расследование, лабораторные исследования, обследование персонала, исследование пищевых продуктов Как на вирусной инфекции, так и на бактериальной инфекции И какие-то выводы уже можно будет сделать после получения результатов лабораторных исследований Гомельщину заметая, вось уже некольки дзен в область змагается с великим снегопадом Становившая на дорогах и в улицах небеспечная С уместными намаганиями держа автоинспекция и коммунальные службы працуют, как патрымливать парадок С подробязностями Миколай Скентеян Зима – есть зима Безумовно морозы и снег – абсолютно нормальная картина для этой поры года Але после широкого относно теплых зим гомельщане адвыкли от такой колькости опадков Для пешеходов и особливо для водителей гомельщины опошние дни перетворились у соправдную боротьбу со стихией На пярыды дни областная держа автоинспекция зарегистровала 131 ДТЗ, у одним из яких потерпела 8-годовая дитя Супрацовники да и нагадывают же храм в области У таких неспрояльных дорожных умовах выконывание правилов особливо важно Госавтоинспекция призывает всех участников дорожного движения быть предельно внимательными и осторожными в данный период времени Не оставаться равнодушными Если вы видите, что у проезжей части остановился автомобиль и вокруг него курсируют растерянные водители Остановитесь, предложите свою помощь, либо сообщите в специальные службы, чтобы данные автомобили как можно быстрее убрать с проезжей части Уважаемые водители, соблюдайте безопасную скорость движения Откажитесь от резких ускорений, торможений, от обгонов и опережений На территории региона протягивая дейничать специальный план на дворье Инспекторы, что день мониторать в улице и дороге, координуют работу коммунальных служб, кавьяны могли оперативно расшишать снег Зараз у Гомель и Гомельском районе у рамках акции працуют шесть экипажа УДАИ Что тычется коммунальника, у яны активизовались на полную Напереды не со стихии змагались амаль паутары тысячи работников ЖКГ Было задейничано около 200 одинок техники У приоритете минавита социальная сфера У первую чергу очищаются территории школ, детских садков, медицинских установ Так самым это тычется припынка у громадского транспорта Але тут есть свои нюансы Сейчас вот поступают многочисленные звонки от жителей как города Гомеля, так и, говорится, всей Гомельской области в части очистки остановочных пунктов Значит, у нас многочисленное количество остановочных пунктов, которые не находятся на балансе предприятий ЖКХ Это табакерка, это киоски разного рода, которые, говорится, именно находятся у частных лиц Поэтому на сегодняшний день по согласованию с районными исполнительными комитетами даны поручения как отделам ЖКХ, райисполкомов, так, в частности, наши предприятия, санитарные службы Значит, напомнить все-таки частным лицам о том, что на закрепленных территориях надо производить, говорится, уборку непосредственно за ними закрепленных территорий Также, конечно, огромное спасибо населению, которые откликнулись на наши просьбы в части таких снегопадов И люди выходят, помогают нам в части очистки, говорится, дворов в территории Синоптики попередживают. Такое на дворе заховается, как минимум, до конца тыдня Ночная температура будет опускаться до 15 градусов ниже и за нуль Дзенная – вагаться от минус 7 до 14 с минусом До мятелев и морозу добавится порывистый ветер Супрацовники ДАИ завертаются до водителев с просьбой информовать службы об стане аутодорог по номеру 125, в улиц Гомеля 115 Об стане дорожных знаков и несправностях светлофоров у телеграм-канал СМЭБ Гомель Светлофоры – дорожные знаки Эфир телеканала «Белару-4» продолжает де-факто в студии Руслан Габрилев Здравствуйте! Снеги, морозы плюс неосторожность граждан приносят все больше неудобств и даже несчастья В Реческом районе вчера при разборке с деревянной постройки произошло обрушение кровли Погиб человек Утром житель деревни Бабища разбирал неэксплуатируемый деревянный дом В какой-то момент стены подкатились и заснеженная крыша рухнула на 57-летнего мужчину Травмы, полученные им, оказались несовместимыми с жизнью Районный отдел Следственного комитета по факту гибели человека проводит проверку В Речице на пешеходном переходе под колесами автомобиля оказался 8-летний ребенок ДТП произошло на обледенелой проезжей части улицы Ленина примерно в 14.30 42-летний водитель, управляя автомобилем «Ситроен», проехал на красный сигнал светофора и совершил наезд на 8-летнего пешехода, который переходил проезжую часть дороги по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий зеленый сигнал С травмами ребенок был доставлен в травматологическое отделение Гомельской областной детской клинической больницы Включенный электрообогреватель или неосторожность при курении – две основные версии причины пожара в Гомеле, на котором погиб человек ЧП произошло накануне вечером в Новобелецком районе на улице Перевалочной При тушении пожара в доме обнаружен труп неработающего мужчины 1975 года рождения Огнем уничтожены имущества, частично повреждены стены Проводится проверка, в рамках которой назначен ряд экспертных исследований А в Терешковичах Гомельского района загорелся дачный дом Строение удалось отстоять, однако хозяевам придется потрудиться над его восстановлением Сообщение о пожаре в доме, который используется как дача, поступило в 8 утра К счастью, обошлось без человеческих жертв В результате происшествия повреждены потолочные перекрытия имущества внутри дома Причина пожара устанавливается Основная версия – нарушение правил эксплуатации печей, теплогенерирующих агрегатов и устройств Также вчера в Гомеле горел жилой дом на улице Джураева Хозяина удалось спасти Сообщение в службу спасения поступило в 2 часа 31 минуту ночью С тревожным голосом звонила хозяйка По прибытию к месту вызова она находилась на улице При проведении разведки спасателями на полу в горящей комнате был обнаружен хозяин дома 65-го года рождения Был спасен и вынесен на свежий воздух и передан медицинской службе пожарного и спасательного отряда областного управления МЧС Далее, после осмотра работниками скорой медицинской помощи, мужчина с предварительными диагнозами Отравление продуктами горения и ожоги тела, был госпитализирован в медицинское учреждение Пожар ликвидирован спасателями Огнем повреждены постельные принадлежности и имущества в горящей комнате Причина возгорания устанавливается Основная версия – неосторожное обращение с огнем при курении Это все новости на сегодня Оставайтесь с нами и берегите себя Я Руслан Габрилев, благодарю за внимание До свидания На телеканале Беларусь4 Гомель новости спорта в студии Максим Савин Здравствуйте Гомель принимает предварительный этап Республиканских Олимпийских дней молодежи по волейболу Спортивные баталии проходят в областном центре Олимпийского резерва по игровым видам спорта Участвуют волейболисты 2004-2005 годов рождения Всего семь команд – это сборные областей и города Минска Наш регион представляют воспитанники Гомельской из душер энергии и Жлобинского центра Олимпийского резерва На протяжении пяти дней участники проведут однокруговой турнир По итогам которого определятся группы команд, которые поведут борьбу за места с первого по четвертое и с пятого по седьмое Родненская область пока в лидерах, но еще завтра день соревнований, еще два дня предварительного этапа позже Так что все может еще измениться Решающие поединки Олимпийских дней молодежи пройдут в мае в Минске В спортивном клубе «Гом Сельмаш» в областном центре проходят одновременно два турнира по тяжелой атлетике Областная спартакиада детско-юношеских спортивных школ и открытые соревнования памяти Эдуарда Гуриновича Оба старта собрали более 250 спортсменов Награды спартакиады детско-юношеских спортивных школ оспаривают атлеты в возрасте 15 лет и моложе В заявке команды 13 учреждений Победитель общего зачета отправится на республиканскую спартакиаду, которая пройдет с 9 по 14 марта в Пинске За медали мемориала Гуриновича борются атлеты постарше, 17 лет и моложе Состязание проходит в 24 раз Традиционно они носят статус международных, но в этом году из-за пандемии география ограничена лишь белорусскими регионами На помост выходят представители Гомельской, Гродненской, Могилевской и Минской областей В апреле спортсменам в этой возрастной категории предстоят Республиканские Олимпийские дни молодежи Турнир памяти Гуриновича – один из этапов подготовки Это контрольный старт к апрелю месяцу, чтобы люди прочувствовали свои силы, стартовали и показывали результат на помосте соревновательном Завершатся оба турнира 14 февраля В Гомеле прошло открытое первенство областного центра Олимпийского резерва по прикладным видам спорта по фехтованию В двух возрастных категориях соревновались 28 спортсменов У фехтовальщиков в возрасте 12 лет и моложе победили Стефания Короткевич и Арсений Родин В старшей группе сильнейшими стали Мария Мазурова и Арсений Богданович С новостями спорта вас знакомил Максим Савин Оставайтесь на Беларусь 4 Редактор субтитров А.Семкин